Конечно, вы знаете это простое слово, потому что мы часто используем его в своей речи. Гораздо чаще, чем хотелось бы, и совсем не в том контексте. Это коварное слово «если». Когда вы начинаете свою мысль со слова «если», то вы заранее готовитесь к неудаче. «Если у меня получится, я это сделаю». А теперь уберите первую часть предложения. «Я это сделаю». Звучит совсем по-другому, не так ли? Решения, которые начинаются со слова «если», не рассчитаны на успех. В такой формулировке сразу заложена готовность к неудаче. Когда вы действительно хотите достичь успеха, откажитесь от слова «если» в таком ключе. Когда вы принимаете решение, то принимаете его окончательно и бесповоротно. Вы не можете родиться снова, если в первый раз вам что-то не понравится. Так и со всем остальным, нет никаких «если». Есть или решительное движение к своей цели, или вы сразу сдаетесь и ищете себе оправдание, почему у вас не получилось. Есть пословица. Когда человек чего-то хочет, он ищет возможности. А когда не хочет, ищет причины. Когда вы ставите цель и принимаете решение ее достичь, то вы будете сконцентрированы на том, чтобы найти вариант ее достижения. Вы будете искать возможности. Но как только появилось слово «если», вы переключаете свое сознание на поиски причин, почему у вас это не получилось. Когда же можно использовать слово «если»? Да, есть варианты, когда оно действительно вам пригодится. Как вы знаете, дальновидные люди не просто идут к своей цели. Они всегда имеют запасной план по ее достижению. А лучше несколько вариантов на случай, если что-то пойдет не так. И вот тут как раз слово «если» незаменимо. Продумывая свой путь достижения цели, вы всегда должны иметь запасной вариант. Я сделаю так, а если это не сработает, то я сделаю так. Вот для чего на самом деле нужно слово «если». Чтобы вы имели варианты при различных сценариях развития событий. При этом варианта неудачи в этом списке нет. Пользуйтесь им правильно, и ваш путь к успеху станет гораздо короче.